приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы проводил сегодня ревизию в погребе ну и наверное такое бывает очень многих кто консервирует там всякие вещи у нас последние года 3-4 классный сорт малины плодоносит круглый год и вот за 2016 2015 год остатки малинового варенья не мутствуя лукаво решил сделать из них малиновый бренди думаю будет вкусно и так что я сделаю ну в первую очередь я взял набрал 20 литров воды здесь у меня 7 литров малинового варенья причем есть жиденькая такое в нем сахара поменьше есть совсем густое в нем сахара побольше в общем раз купил дрожжи для фруктовых брак польского производителя бровин в принципе дрожжи должны быть классные стоят они 70 гривен это где-то 3 доллара варенье понятно что варенье у меня бесплатное варенье это остатки которая то есть это позапрошлого года и позапоза прошлого года урожай которые уже есть не мне не хочется по крайней мере на некоторых баночках в результате вскрытия на поверхности были небольшие островки и плесени я их аккуратненько удалил теперь в 20 литров воды зафигачу все своего лифт мариновое варенье мне кажется нужно такого еще никогда не делал из яблочного сока тоже у нас был такой большой урожай яблок вот и я из консервированного яблочного сока сделал кальвадос этот кальвадос потом у меня успешно год простоял в бочке и получился просто потрясающий напиток вот малинового еще не делал мне кажется что будет круто ну по крайней мере решил сделать такой эксперимент и коль я уже делаю естественно делюсь с вами дорогие друзья в общем часа выгружу туда тут и джеба у меня и варенья все что хочешь выгружу сейчас все туда и продолжим так 7 литров варенья на 20 литров воды хорошенько это дело перемешиваем проведем забор пробы на предметное стеклошка рефрактомера показывает у нас 18 18 18 процентов плотность наверно маловато я думаю еще сюда килограммчик сахара добавлю добавляем килограммчик сахара варенья получается надо было больше варенья меньше кушать все варенье за зиму мной было уничтожено сейчас размешаю хорошенько и проведем замер надеюсь что получим плотность 20 процентов стартовым еще один контрольный забор и замер отлично 20 процентов я думаю этого будет достаточно рассыпаем до воду я набрал температурой 30 градусов зададим дрожжи рассыпаем по поверхности и дадим им пару минут насытиться влагой регидрироваться через пять минут дрожжи хорошенько намокли перемешиваем все это дело вот теперь переживаю немного ли у меня здесь жидкости тщательно перемешиваю такими вот движениями снизу вверх для того чтобы дрожжи распределились по всему сиропу как взорвется ночью будет удивительно и лариса порадуется задали дрожжи закрываем ставим под гидрозатвор сюда немножко алкоголя сегодня 23 апреля посмотрим как начнет бродить сейчас 6 часов вечера как только начнет бродить я сделал отдельный кадр скажу через сколько забродила ну а дальше будем ждать пока выбрать потом перегонять и пробовать на вкус что же получится но самому интересно будет интрига через три часа процесс брожения начался достаточно активно вот видите как углекислота то есть быстро очень сработали дрожжи быстро активировались будем ждать пока процесс брожения закончится малиновка бродила 10 дней на 9 дней день уже прекратилось выделение углекислоты придется малиновку процеживать вот такую мы штуку имеем красота пахнет вообще супер малиновым вареньем мне кажется будет очень крутой очень крутой напиток сейчас друзья процежу ее для процеживания фруктовых и зерновых брак я использую мешок из-под картошки очень удобно он не забивается и через него хорошо процеживается также его удобно вымывать потом сушки запах такой классный мне кажется такой дистиллят будет вкусный интересно какая она на вкус ну вы бродила насухо реально как сухое фруктовое вино собственно говоря чего еще ожидать перелил брагу собрал аппарат и начинаем перегонку коротко в аппарате сам аппарат состоит из пустой царги дефлегматором и холодильника холодная вода идет через холодильник немножко нагревается в дефлегматоре нагревается больше несколько раз задавали вопрос почему не получается нормальный продукт смотрите напор воды если вы используете холодильник и дефлегматор должен быть очень низким чтобы на выходе а вот в процессе перегонки на выходе из дефлегматора у вас вытекала реально теплая вода если вы включите напор на полную из дефлегматора будет течь холодная вода то соответственно здесь все пары спирта будет охлаждаться и возвращаться назад куб и соответственно нормального продукта не получится по поводу перегонки как я буду делать перегонку значит существует много методов я предпочитаю одноразовую перегонку то есть одинарную тщательным отбором голов и хвостов если вы хотите делать двухразовую значит первую делаете ну дробную перегонку если хотите делать первую делаете на максимальной мощности отбираете абсолютно все в одну тару практически до сухо то есть до того как струе там будет пять градусов примеру спиртуозности 5 процентов потом разводите водой до спиртуозности 16-20 градусов и делаете вторую дробную перегонку уже с тщательным отбором голов я делаю одинарную но делаю ее очень медленно сейчас я включил аппарат на максимум на максимальный нагрев я использую регулятор напряжения вот такой вот и с помощью регулятора напряжения у меня там аппарат со встроенным тэном с помощью регулятора напряжения регулирую нагрев контролирую температуру в кубе как только температура достигнет достигнет 85 градусов а это именно температура кипения высоко летучих фракций именно в этих вот ацетонов которые нам надо отделить от основной пищевой фракции как только температура достигнет 85 градусов кубе я уменьшу нагрев до минимума таким образом чтобы у меня подымалась температура где-то на 1 градус час где-то с 86 то есть сам куб еще подогреется по инерции из 86 с 87 градусов в кубе начнут испарались испаряться легколетучие спирты и ацетоны вот тут вот я уменьшил нагрев и очень медленно в течение где-то часа полутора часов буду отбирать головы отбирать буду 250 300 миллилитров голов проверяя органолептические я покажу после этого я точно также медленно буду отбирать ну чуть чуть быстрее естественно буду отбирать пищевую фракцию до спиртуозности 30 градусов струи и все остальное пойдет хвосты но обо всем по порядку друзья сейчас я запустил аппарат до максимума и жду пока температура в кубе у меня подымется до 85 86 градусов тура в кубе достигла 88 градусов я уменьшил нагрев и начинаю отбирать головы вот так вот очень медленно но это даже быстро сейчас еще уменьшу нагрев чтобы медленнее отбиралась то есть я хочу 250 миллилитров голов чтобы у меня отбирались где-то час тире час двадцать после этого приступим к отбору тела за полтора часа отобрал 300 миллилитров голов начинаю отбирать пищевую фракцию буквально чуть-чуть увеличу нагрев таким образом отрегулирую чтобы отбор у меня происходил со скоростью где-то 500 750 миллилитров в час то есть меньше литра в час и отбирать буду до спиртуозности 30 градусов спирта в струе потом все смешаю и как бы доведу до нужной спиртуозности ну дайте не будем забегать на беру наперед сейчас отбираю пищевую фракцию отбираю ее достаточно медленно то есть по капельная же говорю скорость у меня будет ну максимум это 750 миллилитров в час чтобы отбиралась как только спиртуозность упадет до 30 процентов спирта в струе я буду останавливать процесс температура в кубе достигла 99 и 7 градусов при этом спиртуозность в струе упала до 45 даже до 40 получается сейчас до 40 и я прекращаю на этом отбор пищевой фракции вот что у нас получилось почти 3 литра сейчас его надо хорошенько перемешать и замерить спиртуозность спиртуозностью так 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 65 градусов ну что ж ты не блин почему ты все время не той стороной так проще банку развернуть почти 70 почти 70 где-то 68 68 процентов спирта вот такой вот у нас получился дистиллят теперь его друзья разбавим и приведем соответствующий питьевой вид того как я закончил отбирать пищевую фракцию вот в этой вот баночки то что мы только что мерили я включил нагрев на максимум и отобрал еще где-то 1200 хвостов хвосты отбирал практически там до 10 градусов струе при следующем погоне независимо от того какое дистиллят буду делать я это отправляю в куб и в следующий погон она у меня немножко увеличит выход но это опционально это как бы обусловлено так сказать желанием сэкономить делать это совершенно не обязательно то есть есть два варианта есть вариант просто эти хвосты вылить и есть вариант использовать при следующем погоне но я так делаю как бы никаких негативных последствий от этого замечено не было итак друзья почти 3 литра но чуть чуть меньше ну практически 3 может на 200 грамм меньше 78 градусного дистиллята но первое что хочу сказать у него потрясающий запах если кто-то вот есть абсолют водка именно малиновая стравбери по моему называется если не ошибаюсь честно говоря ягоды на английском названии плохо помню вот у нее такой очень тонкий аромат не химический вот эта штука пахнет также то есть хороший запах малинового варенья но не такой резкий как в малиновом варенье то есть легкий легкий оттенок но но достаточно как бы достаточно чувствительный и достаточно приятный мне очень нравится аромат теперь разбавим его до пищевой спиртозности значит здесь 78 градусов то есть разбавляем ну чуть меньше чем пополам грубо говоря возьму где-то 1200 миллилитров воды и остальное вот этого вот дистиллятор не забывайте когда разбавляете дистиллятор в первую очередь посуду в которой разбавляем наливаем воду то есть если вы воду будете лить в алкоголь это он помутнеет станет станет белесого цвета поэтому действую именно вот так вот так и теперь сюда эту штуку ну так вот чтобы у нас получилось запах не ухудшился хорошенько перемешиваем замеряем спиртозность крутится верстится не крутись ладно сейчас она перестанет крутиться минутку паузы реакция закончилась получили видите идеально прозрачный дистиллят ну фактически сейчас это у нас уже фруктовый бренди спиртозностью 45 градусов для того чтобы придать то есть принципе этот напиток уже можно употреблять единственное что надо дать ему отстояться хотя бы дня три-четыре вообще идеально проверить его ну как бы возможно это сделать с помощью аквариумного компрессора запускаем туда камушек от аквариумного компрессора и арируем каждый день в течение 10-15 минут если такой возможности нету то вот такая вот процедура хорошенько решает проблему естественно открываем крышечку видите сколько бурбашек происходит хорошее насыщение кислородом таким образом происходит окисление алкоголя и он становится более приятный на вкус теперь я хочу для того чтобы это было похоже на производственное малиновое ну на производственного приготовления малиновой водки немножко его закрасить я взял малиновый сироп от маринового варенья лариса мне его процедила не знаю что из этого получится на самом деле сейчас экспериментирую не испорчили я я надеюсь что нет чик отлично ну вот такой вот цвет примерно мне нравится сейчас друзья будем пробовать ну наверно после этой процедуры придется все таки напиток процеживать через такой кувшинный фильтр почему потому что все таки хоть сироп был процеженный но был процеженный просто через ну через обычную тряпочку он очень густой не через что более мелкой не процедишь и хлопья от сиропа в напитке остались но не помешает мне это снять пробу и попытаться рассказать вам конечно не знаю такой розовый цвет нужен он не нужен можно и сильнее закрасить но я боюсь что будет очень сладко в первую очередь аромат прекрасный прекрасный аромат малинового варенья наверно все таки варенья много реально сладкий вкус то есть вот я сравниваю допустим с малиновым абсолютом у него вот этой вот сладости нету есть только запах естественно этот запах достигается все таки исключительно ароматическими добавками то есть я подозреваю хотя может абсолют делают с какими-то натуральными добавками но у меня сомнения но по вкусу очень классно очень тонкий вкус очень приятная послевкусие мне очень нравится на штатом конечно взвесь взвесит от сиропа плавая час процежу его еще через фильтр и разолью по бутылкам он племянника скоро свадьба будет хороший напиток на свадебный стол реально вкусно друзья я доволен экспериментом смотрите в чем прикол не обязательно же использовать только малиновое варенье в каждой семье остается ну я уверен практически практически нигде там где консервирует всю консервацию не съедает с одного года осталась баночка с другого года осталось две баночки таким образом иногда у нас кладовках накапливается огромное количество варенья которое уже есть нельзя и выкинуть как бы жалко мне как-то кум тоже говорит слушай у меня банок 10 варенья там осталось что с ним делать я тогда предложил сделать самогон и вот как бы отличный отличный просто отличный фруктовый бренди да так можно делать из любого варенья кстати из абрикосового варенья пробовал делать очень крутая абрикосовка получается можно делать из сливового ну собственно говоря из любого совершенно из любого фруктового варенья получится вкусно и ягодного тоже поэтому ну да процедить надо однозначно сейчас займусь процеживанием друзья с удовольствием представляю вам рецепт малиновки в данном случае ну или фруктового бренди который можно приготовить просто из остатков варенья которое у вас залежалось и которое вы не знаете как применить пробуйте я думаю что у вас все получится но мне результат очень понравился надеюсь что видео было для вас полезным и так сказать вдохновит вас на какие-то новые идеи а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты и том числе алкоголя всего доброго пока